всем привет и добро пожаловать на канал бибитаки dolls и сегодня в преддверии нового года я хочу обсудить с вами одну из самых волшебных коллекций кукол это серия кукол барби happy holidays впервые коллекция happy holidays вышла в 88 году и тогда это было просто что-то невероятное хотя на самом деле и сейчас это что-то невероятное потому что это были очень-очень красивые куклы в огромных коробках и в красивых сверкающих платьях и первой такой куклой было happy holidays 88 года это невероятно красивая кукла в огромные коробки и в пышном красном платье и она была так популярна что компания mattel распродала весь тираж этих кукол и выпустила еще один сейчас это самая дорогая кукла из серии happy holiday если всех остальных рождественских кукол барби можно купить по цене где-то 30 максимум 40 долларов то куклу 88 года вам придется купить ну где-то за 80-100 долларов именно с этой куклы началась вообще идея выпускать новогодних рождественских кукол барби в восемьдесят девятом году компания mattel продолжила свою традицию и выпустила невероятной красоты куклу в белом платье и пока что это всегда был только один вариант куклы это была светлокожая блондинка на молде суперстар эта кукла вышла тоже в красивой огромной коробке но немножко другого дизайна если первая была в округлой коробке то это уже была в граненой все рождественские куклы делаются в прозрачных аквариумах для того чтобы вы могли не распаковывать эту куклу оставить ее прямо так в коробке ее было видно со всех сторон кукла 90 года тоже является моей любимицей она в потрясающем и розовым сверкающим платье у нее в комплекте еще идет и новогоднее украшение для елки в виде звезды и эта кукла вышла уже в двух вариантах светлокожие блондинки и темнокожие брюнетки несмотря на то что это новогодняя кукла является одной из моих самых любимых у меня до сих пор нет в коллекции хотя я ее дарила своей сестре на новый год потому что она была очень похожа на куклу которая у нее была в детстве и в девяносто первом году кукла вышла в бархатном темно-зеленом платье и похоже она была на новогоднюю елку платье украшено пайетками блестками все очень очень празднично но куклы в бархатных платьях мне не очень нравится поэтому этой куклы в моей коллекции точно не будет и она тоже выходила в двух вариантах светлокожая блондинка и темнокожая брюнетка кукла 92 года тоже является моей любимицей наверное самый большой любимицей потому что изображение с этой куклой я помню еще и с детства из разных альбомов наклеек каталогов и мне очень очень сильно хотелось эту куклу всю мою жизнь и к 30 годам я ею обзавелась и это было мое первое знакомство уже близкое личное с куклами happy holidays кукла действительно сделано потрясающе у них огромная копна пушистых мягких волос красивый яркий макияж и потрясающие блестящие платье это платье просто свело меня с ума в мои там не знаю 8 лет сколько мне было когда я увидела эти каталоги впервые платье очень объемная она из нескольких слоев серебряная юбка сверху прозрачная юбка в блестках все это держится на тюлевом каркасе у этих кукол специальные праздничные подставки и огромное количество всякого декора вроде блесток пайеток бусин выглядит потрясающе я обожаю эту барби хотя далеко не всех барби 90-х я в принципе люблю куклы 93 года тоже очень мне нравится она тоже есть моей коллекции это кукла с рождественскими цветочками на лифе а у нее красно-золотое платье тоже все из нескольких юбок состоит огромное количество всяких рюшей бантов и вот этот цветочек рождественский я не очень хорошо помню как он называется мне кажется астралист но в общем вы точно знаете что это за цветочек но вообще я его всю жизнь называла по асентия но кажется это что-то другое платье очень красивая есть тоже бантики везде бусинки тоже густые мягкие блондинистые волосы да из рождественских коллекций я всегда покупаю блондинок хотя темнокожие принятки во всех остальных коллекциях мне нравится больше то есть я в принципе большой любитель темнокожих кукол есть кстати забавная особенность у кукол хэппи холиды у них прорисованы ноготки но они не накрашены и конкретно у этой куклы мне очень нравится макияж потому что у нее зеленые глаза и красные губы и да конечно же если бы так накрасился человек это было бы дико но вот на барби это выглядит очень симпатично и конечно же зеленые глаза это не очень необычно для барби 90 да потому что они обычно голубоглазы а здесь они зеленые это очень красиво но на этой кукле я прочувствовала всю гениальность компании мотел потому что когда она лежит в коробке она выглядит немного иначе ее юбка в коробке расположена вот так солнышко то есть вы видите огромную огромную юбку но когда вы ее достаете из коробки понимаете что все это нужно опустить и юбка начинает выглядеть совсем по-другому то есть как будет выглядеть на самом деле кукла мне очень понятно когда вы смотрите на нее в коробке и да надо признать что в коробке она выглядит побогаче но тем не менее она тоже одна из моих больших любимец в девяносто четвертом году вышла кукла в золотом смехом и в таком очень блестящем наряде но я тоже была вся в цветах очень рождественская и сделано ну очень в духе нового года куклы 95 года мне не очень понятно потому что они вышли в довольно странном зеленом платье и возможно в жизни она выглядит красиво но на фотографиях либо в коробках эта кукла выглядит немножко странновато на мой вкус она выглядит не такой аккуратный поэтому эту куклу я тоже не добавляю к себе в хотелке хотя это все та же самая золотая серия happy holidays те самые прекрасные времена мотель кукла 96 года вызывают у меня двойственные чувства потому что эта кукла в верхней одежде она в пальто в шапке с муфтой в руках внизу не виднеется золотистое платье а сверху надета как бы второе платье да как пальто и она из красного бархата с золотой окантовкой и как выглядит эта кукла мне очень нравится она очень красивая но для меня новогодние на рождественские куклы барби они навсегда останутся в красивых бальных платьях и возможно когда-нибудь я приду к тому что я захочу купить себе рождественскую барби в верхней одежде но пока что она для меня очень сильно выбивается кукла 97 года тоже есть моей коллекции и это не блондинка это шатенка потому что в этой серии именно в этом году шатенка мне кажется самый-самый симпатичный и эта кукла сделана в виде рождественского банта у нее бант сзади и как бы на юбке спереди как будто бы ленты от банта выглядит это все как двойная юбка на самом деле это одна единственная юбка она целиковая но здесь такое количество всяких разных украшений лент люрекса блесток каких-то складочек плейсировки просто вся красная юбка на вся усыпана блестками и она мне безумно нравится у нее красивые украшения красивый макияж конечно она выделяется на фоне блондинок но она мне нравится больше всех в этом году и у нее но это просто облако когда-нибудь хоть раз в жизни вообще каждый должен потрогать волосы куклы барби 90-х потому что это облако я даже не знаю с чем это сравнить это знаете на что это похоже это похоже на клубок какой-нибудь супер мягкой пушистой пряжи и когда он знаете такой не плотно замотанный вы можете его прям помять ведь это очень очень приятно можно просто на самом деле сидите залипать вот так просто сидите и трогайте волосы куклы барби 90 причем самое интересное что вы можете ее причёсывать что-то там крутить заплетать и волосы останутся такими же что мои воспоминания из детства про кукол барби конечно у меня были не настоящие куклы барби и мое воспоминание о том что ты делаешь кукле барби высокий хвост и как бы эти волосы потом остаются в этом положении в принципе выглядит вот так то есть и кукла дальше всю свою жизнь входит вот с такой прической потому что они превращались в такую плотную массу и расчесать их было невозможно кукла 98 года не нравится мне от слова совсем это черное платье с блестками с какими-то фейерверками да или искрами звезд и у этой куклы прическа собрана вверх у меня начинаются здесь ассоциации с прическами начала двухтысячных когда на выпускной бал или на свадьбу все девушки приходили в одинаковых прическах таким вот канди-бобером на голове с этими спиралями залаченными здесь пока еще не так но мы уже движемся в этом направлении но ругать кукол 98 года грешно потому что это была последняя кукла линейки happy holidays рождественские куклы мотель продолжила выпускать но уже под другим названием просто holiday барби выходит кукла уже под новым названием holiday барби и это кукла которая не очень похожа на то что было до этого во первых у нее прямые волосы то есть больше нет той самой копны которую мы привыкли видеть на рождественских куклах и эта кукла выходит не в традиционных рождественских цветах а в сине-серебряном бархатном платье и да конечно эта кукла красивая но лично у меня она не очень ассоциируется с рождеством она похожа скорее на какую-то средневековую принцессу сказочную принцессу но рождеством для меня от нее не веет и кстати говоря даже елочная игрушка в комплекте в этом лично мне не помогает и вот наступил двухтысячный год и рождественская кукла барби выходит очень красивые огромные золотой коробки и в золотом платье надо признать что не очень красивый золотой цвет он так не бесячий не оляпистый красивый оттенок спокойный такой я бы сказала приглушенный золотой матовый золотой эта кукла мне нравится уже больше чем 99 год но все еще лично мне кажется что она больше похожа на принцессу чем на рождественское чудо а вот кукла 2001 года мне очень нравится у нее красивое белое платье со звездами красивое меховое боа на красном атласном подкладе и очень очень длинные локоны на самом деле я думаю что стоит обзавестись этой куклы в свою коллекцию потому что мне очень интересно как это платье со звездочками выглядит вживую действительно ли оно такое сверкающее и невероятное как на промо фотографиях кукла 2003 года вызывает у меня некоторое недоумение потому что она в таком бордово-фиолетовом может быть у меня что-то с цветовосприятием в этом мире мне кажется что это бордово-фиолетовый цвет и это снова бархат и вообще не любитель бархата вот мотель почему-то в своих новогодних куклах этот бархат очень любит расскажите пожалуйста ассоциируются ли у вас бархатные платья с новым годом у меня вообще нет и волосы у этой куклы тоже прямые кукла 2003 года похоже на снежную королеву она в белом платье в белой шубке с белым таким меховым воротом и у нее вот как раз таки та самая прическа начала двухтысячных потому что это пучок и из него выбиваются закрученные залаченные пряди я прям вспоминаю свой выпускной в школе потому что практически все девочки в моей школе на выпускной пришли с такой прической и в принципе наверное все девочки в те годы приходили с такими прическами на любые мероприятия будь то выпускные свадьбы вообще любое мероприятие вам делали такую прическу вот кукла 2004 года вроде как и в зеленом платье очень рождественский цвет но у меня она ассоциируется с какой-нибудь волшебной феей и конечно волшебство это тоже рождество но не совсем такое для меня это какая-то лесная нимфа лесная фея конечно кукол тоже красивая лично для меня это не рождество кукла 2005 года похоже на конкурсантку в конкурсе красоты победительница конкурса красоты потому что через плечо у нее перекинута лента была версия в двух цветах зеленого такого розового фиолетово бордового я не знаю что это за цвет но пускай будет фуксия волос у нее собраны в высокий хвост они кудрявые и она напоминает прическу самых первых кукол happy holidays но конечно волосы уже были совсем другие материал волос был уже другой и поэтому лежат выглядят они уже по-другому вот того мягкого облачка здесь уже нет кукла 2006 года официально является моей самой нелюбимой куклой из этой линейки потому что я не знаю что они хотели изобразить снегурочку русскую красавицу я сейчас не обижайтесь пожалуйста те кто любит эту куклу но для меня она конечно же рождественская потому что посреди платья посреди юбки у нее изображена елочка да она в таком снегурочном кокошники с косой да она очень похожа на снегурочку снегурочка это точно новый год но даже не знаю почему по какой из причин в целом весь образ мне совершенно не нравится и это точно не так кукла который я хочу поселить в коллекцию но надо признать что мы вернулись к новому году и в 2007 году после снегурочки выходит санта барби санта мне нравится она в красном платье с белой меховой отарочкой и пояс у нее такой санта-клаусовский черный пояс с пряжкой у нее красивые кудри распущенные похожи на кудри тех самых первых happy holidays а еще мне очень нравится идея с ее коробкой потому что она как будто бы покрылась синим как будто бы у вас узор на окошке вообще я очень скучаю по узорам на окнах потому что сейчас у всех везде пластиковые окна и они не покрываются морозными узорами если вы тоже уже не так юны как я то вы еще можете помнить из своего детства вот эти вот потрясающие узоры на окнах я это очень очень сильно любила и мне прям этого не хватает кукла 2008 года это кукла снежинка она в серебристо-белом платье с кучей оборок бантов у нее присобранные кудри и платье силуэта русалочка и эта кукла мне тоже очень нравится она у определенно ассоциируется с новым годом а потом случилось внезапное в 2009 году барби новый год рождество вдруг стало в розовом цвете то есть она в розовой коробке и в розовом платье и надо признать что кукла и ее образ мне очень нравится это очень красиво но с рождеством опять же у меня не очень ассоциируется и да возможно я бы хотела эту куклу себе в коллекцию но никак не могу понять как я впишу ее вообще в какую-то полку потому что это не рождество я бы выпустила эту куклу может быть как день рождения в скую у барби есть и такая линейка но рождество розовая хотя повторюсь ее платье мне очень нравится она невероятно красивая безумно красивая кукла вышла в 2010 году она в бело-красном платье на плечи у нее накинута красная накидка распущенные шикарные кудрявые локоны по плечам и классический рождественский красный макияж в ее образе тоже есть разные рождественские отсылки особенно это ее пояс в виде бантика ленточки с такими закрученными концами очень красивая кукла и вот ее я точно хочу свою коллекцию очень мне нравится кукла 2011 года что-то смотри произошло снова и они снова прониклись рождеством и вы замечаете в определенный момент куклы рождественской коллекции мне снова начали нравиться в 2011 году вышла кукла в зелено-золотом платье тоже с пышными кудрями рассыпанными по плечам очень красиво многослойно и тоже напоминает тех самых первых happy holidays конечно же мне безумно нравится золотая вышивка на зеленом фоне а еще мне очень нравится что юбка двусторонняя с одной стороны она зеленая а с другой золотистая она спадает такими красивыми складками вы видите и зеленую ткань и золотистую мне кажется это выглядит потрясающе это вот настоящий новогодний подарок в 2012 году может быть была не самая рождественская кукла но тоже очень красиво у нее потрясающее красное платье и снова кудри рассыпанные по плечам вообще мне бы такую укладку и снова вышивка на платье вообще обожаю вышивку на платьях их это так красиво и здесь платье с одной стороны очень богатая но с другой стороны но такое лаконичное ничего лишнего так красиво все это вместе смотрится причем я не знаю кто мне больше нравится в этом году блондинка или брюнетка куклы 2013 года мне очень нравится прическа но платье на мой взгляд простовато она в виде снежной бури то есть это белое платье полностью украшена снежинками и вообще конечно это выглядит красиво но мне кажется что это скорее кукла невеста чем рождественская барби куклы 14 года снова вышли в красном золотом вообще обожаю это сочетание для меня это самое рождественское сочетание красный и золотой и здесь мы видим одну юбку из под которым выглядывает другая и все это тоже так красиво многослойно настоящий новогодний подарочек завернутый завязанные бантиками и здесь мне определенно больше нравится брюнетка пятнадцатом году чуть-чуть решили изменить концепцию потому что кукла вышла не в красном золотом а в красно-серебряным платье тоже очень красивая она полупрозрачная с несколькими слоями юбок все это оборками красиво спадает друг через друга просвечивает и здесь я тоже так и не могу понять кто из кукол мне нравится больше блондинки и брюнетки светленькие темненькие они все хороши в 2016 году вышли куклы снежных шарах я обожаю снежные шары для меня это прям концентрация рождества и в этот раз куклы вышли в разных платьях совсем светлокожая блондинка в таком голубо-бирюзовом шатенка чуть смугленькая в красно-золотом и смуглая брюнетка в синим серебром и эти куклы мне очень нравится на лица на прическе мне в принципе нравится как это выглядит в коробке с этим шаром это очень круто но меня расстраивает наличие пластиковых деталей в костюме то есть корсет у них пластиковый и для меня это делает куклу не коллекционная скорее игровой то есть я искренне не понимаю почему почему нельзя было сделать этот корсет тканевым с теми самыми вышивками с тем самым кружевом как это было до этого конечно я понимаю что это делает куклу дешевле проще в производстве мне кажется рождественские куклы это не та история где стоит экономить среди кукол 17 года мне больше всего нравится блондинка и вот они уже вышли в одинаковых платьях у них одинаковые красные блестящие платья и сзади к платью прикреплена рождественская звезда которая вы можете поместить либо на елку либо оставить как декор платье на самом деле эта кукла выглядит довольно просто особенно если снять с нее звезду остается кукла в вечернем красном платье довольно простом и честно говоря мне кажется что здесь ну ребята с халтурии потому что конечно хотелось чего-то более многослойного более декорированного и более сложного и вот в восемнадцатом году мы немножко вернулись к тому что было потому что вышли куклы снова в красных платьях с огромным количеством рюшек там просто рюшки везде и конечно же мне очень нравится темнокожая кудряшка это так круто выглядит у нее такие потрясающие волосы и в этой коллекции платье одинаковое а вот прически совершенно разные в девятнадцатом году вышли куклы в костюме новогодней конфетки тросточки у этих кукол одинаковое платье и практически одинаковые прически и здесь я тоже не знаю кто мне больше нравится блондинка или темнокожая очень уж они обе хороши и конечно банты и расцветка рождественской конфеты у меня очень сильно ассоциируются с рождеством но все еще мне кажется что эти платья уже довольно простые и в 2020 вышли куклы в золоте они вообще полностью все целиком в золоте и я очень долго думала заказывать мне эту куклу или нет в итоге я ее так и не заказала но все еще сомневаюсь может быть стоило на промо-фотах они выглядят не очень симпатично все это золото выглядит очень оляписто мне напоминает какую-то конфету фантики но все еще в моей голове живет мысль о том что может быть в жизни это золотое платье выглядит очень красиво и если вы купили себе куклу двадцатого года то пожалуйста расскажите мне как она стоит она того или не стоит вообще рождественские куклы барби это очень крутая идея это очень хороший подарок для себя для друзей для детей для кого угодно они очень очень красивые и рождественская кукла доступна практически любому человеку потому что ее можно купить и в россии и на ebay и стоят они довольно недорого то есть нельзя сказать что новые доступны для покупки в обычном магазине рождественские куклы да или какие-то более-менее коллекционные праздничные куклы сильно отличаются по цене от тех самых 30 лет недавности то есть рождественских кукол на ebay например можно спокойно купить за 30 долларов люб практически любого года кроме 88 конечно же потому что она самая первая и все коллекционеры очень хотят иметь ее у себя на полке причем кукол вы спокойно можете найти в нераспакованном состоянии потому что огромное количество людей их никогда не распаковывала и хранила на своих полках так лично я считаю что хотя бы одна рождественская кукла барби должна быть у каждого в коллекции даже если у вас нет коллекции но вы просто любите кукол барби то это точно та которую стоит приобрести и если вам было интересно обязательно пишите комментарии ставьте лайки мне будет очень приятно интересно почитать что же вы напишите расскажите какие куклы из рождественских коллекций есть у вас или каких бы вы хотели в свою коллекцию и о каких вы помните из детства